Во время пожара в одной из московских гостиниц двое кадетов из Братска спасли 14 детей. Как получилось, что ребята оказались в нужное время в нужном месте? Узнайте из первого материала. Буквально на плечах спасатели МЧС выносили пострадавших в пожаре. Накануне ночью он произошел в гостинице на юге Москвы. В этот момент в ней находилось около 300 постояльцев. Из них почти половина дети. Практически все они воспитанники кадетских классов из разных регионов, которые приехали на всероссийский сбор. Были и ребята из Братска. Двое кадетов из северной столицы Привайкалия, Антон Дорошков и Илья Напаснюк, не растерялись и сразу кинулись спасать других ребят. Я открыл окна и маленьких детей заставил душа, чтобы не хотел кислорода выбраться из здания. И после того, как они подошли к окну, я пошел в туалет и засунул три полотенца в бочок. После того, как я им дал, они присоединились к полотенцам, к носу. На такие экстренные меры пришлось пойти, потому что воды в кранах почему-то не оказалось. Я слышала, как ребята кричали, что давайте все берите простыни, мочите простыни, мочите полотенце, закрывайте лицо, если у кого-то какие-то кофты. Все дети кричали, что воды не было. Но благодаря смекалке Братские кадеты все-таки смогли быстро и безопасно вывезти на улицу 14 детей. К моменту прибытия пожарных огонь в гостинице охватил 100 квадратных метров. К сожалению, двоих человек спасти не удалось. Еще 15 пострадали. В том числе и спасавшие других брачани. Оба получили легкое отравление угарным газом. Их героические действия не оставят без внимания. Они часть работы боевых пожарно-спасательных подразделений взяли на себя и блестяще с ней справились. Мы будем ходатайствовать перед министром МЧС России о том, чтобы их отметили знаками отличия, ведомственными знаками отличия МЧС России. Меж тем, следователи уже возбудили уголовное дело о казании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалистам предстоит разобраться, почему не было воды в кранах. И возможно, если бы не сообразительность двух подростков из Братска, пострадавших было бы еще больше. Олег Федоров, новости по будням.